не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем как ни посмотри при поверхностном взгляде наша жизнь есть не что иное как вспышка света между темными тоннелями она не похожа даже на промежуток между двумя ночами на безоблачный солнечный день ведь после удовольствий испытываемых во время от времени мы все равно живем среди боль есть такое чувство будто мы живем в необыкновенно тревожную эпоху за прошедшие несколько лет были разрушены многие давние традиции традиции семьи и социальной жизни экономического порядка и религиозных гонды и ноты мы обнаруживаем все меньше вещей на которые можем положиться меньше идей которые мы можем считать правильными и верными незыблемыми во все времена складывается впечатление что человеческие существа счастливы только до тех пор пока у них есть надежда на будущее если счастье всегда зависит от неких ожиданий то приходится все время гоняться за призрачной мечтой который вечно ускользает из рук пока вдруг просто не остается будущего на которые можно надеяться самые лучшие времена уверены в завтрашнем дне являлась лишь временным состоянием причем весьма непрочным однако человек пытается сделать свою жизнь более приемлемой верить что существуют определенные вещи не подвластные катастрофическим разрушениям это к примеру бог хорошее правительство вечные законы о добре и справедливости лежащие в основе жизни однако сегодня такие убеждения редки даже в религиозных кругах сознание большинства людей вместо элигии заняла наука а скептицизм стал явлением более обычным чем вера и твердость принципов ядерная физика и теория относительности несомненно покончили с яростным материализмом прежних времен но теперь нам открылся образ вселенной который оставляет еще меньше пространства для выявления какой бы то ни было цели и конструкции этой жизни люди науки довольно справедливо говорят что если вы верите в бога то делайте это на чистой эмоциональной основе не подкрепленной ни логикой ни фактами в действительности это не атеизм а агностицизм он проистекает из самой сути научного метода вы не станете придерживаться гипотезы которая не может быть проверено однако современные физики с их теории нерешительности кажется дошли до последнего предела они задаются вопросом о том как возникло сознание но это уже другая история похоже человек не в состоянии жить без мифов без веры в то что обыденность и монотонность будней боли страх в этой жизни должны иметь какой-то смысл и вести к благу в будущем когда вера вечная становится невозможной человеческие существа ищут счастье во временных удовольствиях как бы ни старались люди упрятать тревогу и беспокойство в глубина своего ума им все равно не удается забыть что все наслаждения призрачны и эфемерны как следствие возраст становится одним из факторов которые приводят нас в состоянии фрустрации тревоги и смятения а некоторых к зависимости от алкоголя наркотиков мы стремимся к более высоким стандартам жизни насильственному и всеобъемлющему стимулированию органов чувств мы жаждем отвлечься постоянная смена впечатлений оглашающие звуки музыки щекотание нервов мы должны погружаться в новое ощущение как можно глубже и в кратчайшие сроки это не преувеличение эта реальность для миллионов людей если выход из подобного тупика распространенная ошибка обычных религиозных практик принимать символ за реальность смотреть на палец который указывает в сторону выхода а потом засовывать его в рот и сосать для успокоения вместо того чтобы следовать указания слова вода и огонь удобно для сообщения друг другу информации тоже верный в отношении слова бог реальность обозначенная словами бог и вечная жизнь истинно просто и доступно она не прячется под столом она открыта для всех однако видение требует корректировки ментального подхода также как иногда для большей четкости зрения прибегает к его коррекции верующий раскрой свой ум навстречу истине или концепции при условии что она сопоставима желаниями и идеями сформировавшимися у него ранее нужна только вера вера это безграничная открытость ума новой идеи какой бы она в конце концов не оказалось вера лишена предубеждения это прыжок в неизвестность когда к ней цепляются верование она улетучивается верование становится попыткой привязаться к жизни ухватить ее сохранить для себя но вы не можете и ухватить так же как не можете внести в корзине реку тоже верно в отношении жизни бога мы никогда в действительности не понимали революционного смысла который скрывается за словами выражающими основные догматы почти всех религий отсюда и множество религиозных войн невероятно но то что религия называет видением бога обнаруживается только когда вера в какой-либо определенный концепт бога отбрасывается мы открываем бесконечность и абсолют только не пытаясь убежать от конечного и относительного мира но путем полного принятия его ограничений сходным образом смысл жизни может открыться нам лишь тогда когда мы воистину убедились в том что никакой цели соответствующей какой бы то ни было концепции основанной на ограниченном человеческом интеллекте в ней нет загадку вселенной мы сумеем разгадать только тогда когда отбросим интеллект и поймем что вообще ничего не можем об этом знать обычному агностику релятивисту или материалисту этого не достичь потому что ему не хватает терпения последовательно и настойчиво довести мысль до конца до финальной точки которая может стать большой неожиданностью в его жизнь открытие тайны чудо великолепия божественного творения как говорил мистер экхард не требует веры потому что основа веры в том что мы уже знаем однако это лежит за пределами человеческого понимания нам нужно только держать глаза ума полностью открытыми и истина сама станет явной вера в бога казалось бы вера представляет собой комбинацию определенного набора представлений и убежденности в том что они правильны результатом становится непоколебимая верность им и полное их принятие если основа вера такова никакая ее отрада невозможно раз я верю в бога эта вера не может находиться в зависимости от моей интерпретации происходящих событий если моя вера в бога покоится на убеждении что бог в любое время выполняет то что я хочу ее нельзя назвать верой это скорее надежда упование на бог истинная вера в бога это стойкое принятие всего происходящего как того что просто не могло не произойти именно в это время и в этом месте мне хочется чего-то и это желание вполне оправданно я много работал ради этого и должен получить адекватный затраченным усилием результат если я получу то что как мне кажется заслужил будет ли это подтверждением правильности моей веры в бога если я не получу того что по моему мнению заслужил мне что же утратить веру в бога истинная вера в бога может основаться исключительно на безоговорочном принятии концепции да исполнится воля твоя если то чего я хотел не случилось я могу интерпретировать это только так на этот раз богу не было угодно чтобы я это получил но в действительности я не могу знать было ли то чего я хотел действительно хорошо для меня или по большому счету нет поэтому моя вера в бога дает мне силы принимать все происходящее со мной как нечто такое что просто не могло не произойти в соответствии с космическим законам основа которого не способен постичь ни один смертный со своими ограниченными интеллектом и способностями к познанию как объяснял не лизбор альберта венштейну мы думаем что бог играет в кости со вселенной потому что не обладаем всей полнотой информации о мире который есть у бога иными словами способность человеческого интеллекта к предвидению крайне ограничена тогда как видение бога охватывает все пространство уходящее в вечность неверие многих агностиков выражено в довольно расплывчатых рассуждениях но кроме них есть атеисты которые вообще не приемлют идею существования бога то что отрицают атеисты есть особая концепция бога бог суровый насмотрщик преувеличенная версия начальника или бескомпромиссный моралист с учетной книгой в которую записывает все грехи человека на самом деле нет ничего святотатственного в отрицании бога атеистами поскольку концепция бога против которой они восстают абсурдно было бы странно не принимать идею бога как единого источника из которого возникло все альтернативой стало бы утверждение что все проявления мира совершенно случайны результатом случайного творения неизбежно явился бы хаос но вселенная в том виде как она существует далека от хаотического состояния поэтому концепция случайного творения не может быть чем-то иным кроме как выражением упрямство или намеренного искажения фактов удивительно до какой степени может быть извращена идея вера в бога вот история о равене который кичился своей верой однажды случилось большой наводнение вода прибывала постепенно равен сидел дома соседи стали покидать эту местность они сели в лодку и позвали его с собой он остался говоря что верит в бога и он спасет его вода продолжала подниматься мимо проплала другая лодка история повторилась наконец появился вертолет и равену сказали слушай это твой последний шанс мы бросим тебе веревку забирайся по ней и влезай к нам помощь больше не придет равен отказался снова напирая на свою веру в бог а вода все прибывала и конечно равен утонул на небесах он встретился с богом и спросил его я так сильно в тебя верю почему ты допустил чтобы я утонул на что бог строго ответил ему слушай я три раза пытался помочь тебе два раза посылал за тобой лодку в реальной практике в повседневной жизни вера в бога отличная концепция я знаю что жизнь это действие поэтому в любой момент я делаю то что считаю нужным с полной убежденностью в том что на самом деле действую вовсе не я а первичная энергия которая осуществляет свою работу посредством моего механизма тела ума именно первичная энергия помогает произойти всему в соответствии с божьей волей согласно космическому закону вместе со всеми последствиями никто не может предсказать каким будет результат любого действия все что я могу действовать в любой момент совершать то что как я считаю должен совершить а там пусть бог пригляди за своим творением как говорил рамана махарши иными словами все что может сделать любой человек в любой момент совершать то что считает необходимым совершить и после этого сохраняя спокойствие позволить жизни течь и оставаться спокойным означает делать то что нужно сделать в данный момент не предаваясь размышлениям о прошлом и будущем осознание и покой 4 морозных месяца в антарктике зимой 1934 года адмирал бэрт был занят сбором научных данных однажды он стоял совершенно один на этом безлюдном ледяном просторе и вдруг всем своим существом ощутил неизмеримо глубокую тишину вечером того дня он сделал запись в дневнике в этом мгновении глубочайшей тишины меня охватило сознание того что я частица бога частица вселенной и что я не один в этой тишине адмиралу бардо открылось то что может открыться любому из нас в глубинах нашего существа в тишине спокойного домашнего утра в краткие момента искренне молитвы во время прогулки в парке или может быть в приемной зубного врача в абсолютной тишине всегда присутствует абсолютная сила такая тишина такой покой разумеется означают что ум по-настоящему опустошен шри аурабинда записал свой личный опыт в поэме савитри в абсолютной непередаваемой тишине происходит чистое самопознание души обычно считается что умиротворение спокойствие тишина и неподвижность это сходное состояние ума однако мистик скажет нам что на самом деле это не так среди различных состояний углубляющегося в себя сознание тишина состоянии глубочайшие в состоянии глубокой тишины отсутствуют мысли чувства любые ментальные движения которые могут нарушить или изменить внутренний покой человеческий ум будучи пустым вовлекается в самую сердцевину тишины где обретая способность соприкоснуться с подлинным источником энергии любви чистоты бытия и открыть душу истинного себя здесь бог становится живым присутствием горько наша участь мы живем в современном урбанистическом мире и когда тишина настойчиво стучит в дверь нашего дома мы редко слышим этот стук потому что тысячи лет обработки заставили нас бояться глубокого внутреннего покоя любопытно что на этом грустную мысль меня натолкнуло наблюдение за четырехлетним ребенком страхом тишины была охвачена даже его юная головка однажды утром этот малыш соседский ребенок пришел к нам в дом чтобы показать что-то мне и моей жене жена в это время была в ванной и я сказал малышу что тетя скоро придет и вдруг этот четырехлетний ребенок быстро спросил меня а что мне делать пока я жду тетю хороший способ избавиться от страха тишины неподвижности начать ежедневно практиковать медитацию для начала будет достаточно сеансов в 15-20 минут со временем по свидетельству множество людей испытавших это на собственном опыте ум начинает понимать и ценить прересть тишины и периоды медитации постепенно удлиняются сами собой очень скоро мы обнаруживаем что автоматически расчищаем завалы повседневных дел чтобы освободить пространство для регулярных занятий медитации тишина и медитация соединяет нас с внутренним сущностным осознанием и в конце дневной медитации мы возвращаемся в повседневность обновленными со свежим взглядом на мир медитация позволяет нам осознать истинную природу нашего существа тишину и неподвижность с которыми мы никогда боялись столкнуться лицом к лицу тишина и покой не обязательно означают полное отсутствие звука по прошествии некоторого времени человек начинает осознавать что и в тишине есть звучание обычно называемая анахат это скорее некое ощущение гудящей вибрации чем реальный звук и потом в глубине своего существа мы ощущаем единство со всем миром это и есть союз божественным интересен факт что этому беззвучному звуку анахат придается важное значение почти во всех религиях и верования в библии говорится в начале было слово писание и вет тоже утверждают что все космическое творение началось со звука формула бог есть слово указывает на физическую природу звука но концепция надо бог есть звук более тонка потому что относится к санскритскому слову нади которым обозначается понятие поток сознания суть беззвучного звука в своей основе имеет отношение к электропсихологии беззвучная рецитация производит особый рот энергии который течет ритмическими волнами гансбергер немецкий физик открыл что ткани тела кроме того что чувствительные к электрическому току способны производить ток малого напряжения слышимость звуковых волн зависит от их чистоты и скорости распространения звуковая волна может быть слышны и не слышны в зависимости от среды которую пронизывает любой звук является результатом некоего биения и потому имеет начало и конец но если возможен звук не произведенный посредством удара у него не будет ни начала ни окончания слышим и не слышный он будет длиться вечно прекрасный пример беззвучного звука дает поран синк в своей книге истории рамы поран синк организовал в японии цикл лекций с вами рама тиртха которые вызвали бурный отклик поран синк составивший биографию с вами рам тиртха пишет однажды вечером после ужина около полуночи рам тиртх лег спать и он услышал слабый звук как будто кто-то повторял рам рам поран синк открыл дверь но в коридоре никого не было когда он снова услышал тот же звук то ушел в комнату с вами и обнаружил своему глубочайшему изумлению что хотя с вами уже спал в комнате раздавалось имя рамы исходившие от тела с вами они из его рта по словам мудреца раманы махарши джапа когда становится естественной и автоматической это и есть реализация джапа можно практиковать даже занимаясь другой работой велика сила сакральных слов и звуков стивен розан написавший книгу тайная слава индии говорит что приспособление под названием тоноскоп в графическом виде представляет силу санскритских слогов способных вызывать появление форм в физическом пространстве тоноскоп представляет собой трубку подвешенную над тонкой мембраной присыпанные слоем очень мелкого порошка стоит произнести в трубку какой-нибудь звук и на слое порошка появляются соответствующие звукообразы что может рассказать нам об изначальном звуке который прошел сквозь трубку розан пишет в то время как большинство звуков оставляют на мембране неясное с трудом идентифицируемое изображение вибрации санскритских слогов дают совершенно иной результат если звучание матер способна активизировать твердое вещество такой как порошок можно только вообразить какое действие подобной вибрации производят на человеческое сознание сила произнесенного слова особенно джапой было описано и в других культурах святой павел говорил всякие призывающие имя господне будет спасен также царь давин говорил с восхода солнца и до заката хвалите имя господа буду заявлял все кто от сердца взывает к моему имени придут ко мне после смерти и я заберу их рай храните спокойствие и когда ваш ум освободиться от всех мыслей и перестанет цепляться за всякого рода концепции вы услышите беззвучный звук занимайтесь своими обычными делами и оставайтесь в покое это возможно отдохните от умствование следите за дыханием если сосредоточить все внимание на дыхании это отвлечет вас от мышления энергия который обычно затрачивается на мыслительный процесс будет перенаправлена на отслеживание процесса дыхания как только вам придет мысль о дыхании переключайте внимание на него вы можете время от времени забывать о дыхании это не страшно но как только вспомните начинайте снова отслеживать его сидите молча сознавайте все что происходит вокруг вскоре вы заметите что ваше дыхание стало менее глубоким более ритмичным и вы купаетесь в необъяснимом покое просто расслабьтесь не пытайтесь контролировать процесс вы там где нужно ничего не должны делать все принимаете ничто не отвергаете только будьте внимательны к жизненной энергии который движется внутри вашего тела не нужно делать глубокие вдохи но если вы вдохнете глубоко это нормально важно чтобы вдох и выдох происходили сами по себе без принуждения устойчивое осознание дыхательного процесса сделает ваш ум более уравновешенным а тело начнет функционировать стабильнее глубокая тишина дверь к пониманию того что есть закрыта для тех кто всегда жаждет чего-то чтобы это не было веселье или удовольствий небес или просветление истина вне сферы личных желаний то что есть не принадлежит никому делать или не делать в теории и практике недеяния присутствует внутренний дилемма который не может избежать ни один человек и с ней нужно разобраться суть дилеммы состоит в том наблюдать ли жизнь со стороны или участвовать в ней брать ли на себя ответственность или уклоняться от нее говоря по-простому подставляться под удар или нет духовная теория не делает этот выбор легким если она что-то и меняет так худшему окончательно заводит нас в тупик например рамана махарши говорил никто не достигнет успеха не прилагай усилий те немногие кто преуспел обязаны этим собственному усердию но в то же время он утверждал глупо пассажиру поезда держать свой багаж на голове лучше положить его на пол и в конце концов окажется что чемодан доедет до места назначения вместе с пассажиром так давайте не будем выставлять себе деятелями отдадимся руководящей силе еще пример иисус нагорной проповеди советовал нам расслабиться дать возможность завтрашнему дню позаботиться о себе самостоятельно и предоставить все скрытой силе который заставляет лилии расти в то же время в притче о таланте он восхваляет деловитого занятого своими обязанностями ответственного горожанина и грозит бездельнику адом это дилемма действительно не просто теологическая или интеллектуальная загадка она реально и доставляет страдания дуглас хардинг писал становимся ли мы на путь где просто позволяем событиям идти своим чередом или начинаем упорно вторгаться во все происходящее перед нами встают проблемы жизнь человека отошедшего от дел который не прилагает усилий не принимает никаких решений не несет ответственности за себя не говоря уже об окружающих что это за жизнь а его полная противоположность обыватель он упорно и сознательно трудится не уклоняется от обязанностей пытается решить проблемы общества нам всем хорошо известно какие компромиссы разочарования переживания встречаются ему на пути об угасании смерти которые очень скоро доберется до него и положат конец всем его благим начинаниям и упоминать не стоит очевидно нам необходимо радикальное решение по-настоящему практическое которое мы сможем сразу начать применять в повседневной жизни проще всего для нас выяснить как мудрецу удается созерцать течение жизни не вовлекаясь в нее всем ясно что мудрец это вовсе не потерявший присутствие духа обманутый совершивший ошибку безответственный человек совсем наоборот можно встретить мудрецов полных сил по-своему решительного энергичных удачливых повседневных делах в действительности мудрец оказывается полной противоположностью унылым людям которым явно не хватает жизненной силы другими словами между человеком забросившим дела и мудрецом пропасть различий не имеет значения насколько похожими они могут быть по внешнему виду и поведению и вот чудо из чудес разница обнаруживается в их отношении к жизни забросивший дела считает что стать отщепенцем это его личный выбор сделанный по какой-то причине которую он не может внятно сформулировать тогда как мудрец пришел к твердому непоколебимому убеждению что он вообще не личность тем не менее мудрецу приходится проводить остаток дней в обществе которая не принимает концепции недеяния вот что он говорил рамана махарши действие не закабаляет кабала состоит в ложном утверждении я действую утвердитесь в себе и действуйте соответственно природе без чувства делания быть сконцентрированным на себе не значит исключить из сферы внимания всякую деятельность работа не свяжет вас вы будете делать ее автоматически и это и есть ключ к ситуации как я понимаю мудрец проживает жизнь в абсолютной убежденности что никто не является деятелем не он сам никто либо другой когда вещь идет о его ответственности перед самим собой он совершенно свободен от усвенной стыда которые неизбежно сковали бы его если бы он считал себя тем кто совершает действие он также не связан оковами ненависти и злобы враждебности и зависти по отношению к другому за его поступки иными словами мудрец сталкивается с жизнью лицом к лицу проживает каждый момент принимая все что этот момент приносит боль или наслаждение как неспосланная судьбой или волей бога соответствии с космическим законом основы которого не способен постичь ни один человек в то же время проживая каждый момент жизни мудрец пребывает состоянии мира покоя и гармонии никогда не испытывая недовольство собой или другими мудрец прекрасно понимает что все равно должен жить в обществе которая не принимает идеи недеяния и настаивает на том что каждое индивидуальное существо ответственно за свои поступки для мудреца это не представляет никакой проблемы он воспринимает любые действия производимые посредством его собственного механизма тела ума как всецело зависящее от его судьбы который является выражением божественной воли и соответствует космическому закону и что еще важнее он воспринимает как волю бога и суждение общества плохие хорошие или нейтральные относительно его поступков говоря другими словами мудрец оказался способным принять целиком и полностью без всяких оговорок концепцию будды события происходят поступки совершаются но нет никого кто совершал бы какое-нибудь деяние самостоятельно поэтому мудрец проживая свою жизнь как отдельное существо ответственное перед обществом за свои поступки твердо понимая при этом что все отдельные существа в действительности являются обособленными механизмами тела ума посредством которых осуществляя свою работу первичная энергия производящие события или поступок в точном соответствии с космическим законом в результате мудрец проводит свою жизнь будучи совершенно довольным и делает то что его природа от него ожидает принимая все последствия поступка как волю бога мудрец проживает жизнь знаешь что его жизнь проживается и поэтому не имеет никаких надежд ни на что если бы мудреца попросили описать очень кратко как он живет изо дня в день его ответ вполне вероятно был бы таким пребываю в покое и наблюдаю за течением жизни боль и удовольствие когда-нибудь раньше или позже каждый из нас становился свидетелем того как животное проживает свою жизнь страдает наслаждается и умирает не делая из этого проблемы жизнь животных кажется нам такой незамысловатой их секрет прост они полностью поглощены тем чем занимаются в данный момент и у них в головах никогда не возникает вопросов весело ли мне сейчас если у жизни смысл для человека же счастье состоит не только в том чтобы наслаждаться жизнью настоящий момент но и в том чтобы иметь уверенность впереди на обозримое будущее ему обеспечено удовольствие человеческий мозг гораздо более чувствителен чем мозг животных тут нет сомнений этот факт неизмеримо обогащает нашу жизнь однако мы дорого платим за такое преимущество потому что повышенная чувствительность делает нас особенно уязвимыми для сильной боль чувствительность влечен за собой повышенный уровень восприимчивости и уязвимости глазные яблоки барабанной перепонки вкусовые пупырышки и нервные окончания не только крайне чувствительны но и могут быть легко повреждены если мы жаждем сильных наслаждений нам не избежать и сильной боль может даже показаться что более удовольствие каким-то образом взаимозаменяемо ведь продолжительное удовольствие это раздражитель который должен или угаснуть или быть усиленным изобилие еды либо решает аппетита либо ведет болезнь это очень верно потому что страдать из-за наших удовольствий мы не хотим но жизнь состоит из противоречий конфликтов большая часть человеческих действий направлена на то чтобы постоянно испытывать те удовольствия и переживать тот опыт который мы любим только за изменчивость музыка доставляет удовольствие потому что в ней есть ритм и динамика стоит вам встрять в этот звуковой поток и продлить какую-нибудь одну ноту или аккорд и ритм разрушится работать ради исключения изменений значит работать против самих основ жизни истинная проблема жизни проистекает неси минутной чувствительности к боли но из-за нашего осознания времени и сроков очень часто мы боимся не деятельности в ближайшем будущем но оплаты счетов за жилье в следующем месяце войны или иных социальных потрясений старости и смерть страх может возникать в связи с какими-то событиями в прошлом сила воспоминания надежд такова что прошлое будущее становится реальнее настоящего удовольствие в настоящем может быть сведено к нулю страхом перед будущим если для того чтобы наслаждаться настоящим в котором есть чем наслаждаться нам необходимо уверенность в счастливом будущем тогда мы действительно воем на луну никто не может иметь таких гарантий поэтому необходимо глубоко исследовать вопрос чего же на самом деле ищет человек очевидно он ищет то в чем может найти опору чтобы можно было по достоинству оценить жизнь какой она есть со всеми горестями и радостями которые она приносит и это можно назвать словом покой постоянство и изменчивость мира самая суть его живости и привлекательности уходить из него значит жить оставаться и продолжать бытие значит умирать если кукурузное зерно не упадет в землю и не умрет она останется в одиночестве но если она умирает то приносит плоды подвижность и ритм сущность всех привлекающих нас вещей каждая форма есть настоящий обращик скрытого движения и все живое похоже на реку которая если бы не выходила из берегов никогда не могла бы в них возвратиться жизнь и смерть это не противостоящие одна другой силы они представляют собой всего лишь два взгляда на одну и ту же силу потому что стремление к изменению является настолько же созидательным насколько и разрушительным человеческое тело живет потому что представляет собой комплекс движений кровообращение дыхание и пищеварение противостоять изменениям пытаться уцепиться за жизнь все равно что задерживать дыхание если переусердствуйте сами себя убьете когда нам не удается увидеть что наша жизнь это постоянное изменение мы настраиваемся против самих себя и становимся похожими на ура бороса змея который пытается съесть свой собственный хвост ура борос это вечный символ всех порочных кругов любых попыток разделить наше существо на части и добиться победы одной над другой красивое отвратительное хорошее дурное полярные взаимосвязанные противоположности есть сущность всех проявлений мира и функционирования которую мы называем жизнью специализация на многословие классифицирование развлечение мышлений инерция разорвала связь человеку великом потоке жизни с удивительными силами инстинкта которые управляют тело более того она заставила человека чувствовать себя полностью обособленным от вселенной когда философия доведенная до абсурда и замкнувшиеся сама на себе утратила способность обеспечивать человеку стойкое ощущение себя как части вселенной изолированное я стал воспринимать себя жалким подверженным опасностям вечно находящимся в панике существом и считать реальный мир противоречащим все его сущности это превратилось в проблему скорее социальную чем лично с ней сталкивается большинство они какой-то ограниченный круг лиц почти каждая духовная традиция признает что поворотный момент для ищущего наступает как только во первых человек расстается со своим чувствующим обособленность я и во вторых как только он соглашается с тем что никогда не сможет познать и определить словами первопричину конечную реальность многие духовные традиции также утверждают что за пределами поворотной точки остается видение бога который просто отвергает любое его словесное определение кроме того они показывают что это видение есть возрождение чего-то такого чем мы всегда когда-то обладали а потом утратили потому что были не способны оценить и принять это видение представляет собой чистое сознание того что неопределимое словами нечто которое мы называем жизнью является реальностью великим потоком вечном сейчас осознание без ощущения обособленности от него стоит мне как то назвать это нечто и она перестанет быть богом это может быть человек дерево зеленое мягкое или твердое длинное или короткое атом вселенная а посему это нечто которое не описать и не измерить может быть запечатлено в слове бог воистину смысл тот один мы не можем не знать бога за исключением тех случаев когда начинаем думать о нем это напоминает мне ответ святого августина его спросили что такое время и он сказал я знаю но когда вы меня спрашиваете не знаю и все-таки риги говорит нам что бог это некто или нечто у кого человек может найти истинную мудрость и руководство на самом деле мудрость обреченная форму прямых указаний значит не слишком много мы научились дышать глотать видеть осуществлять кровообращение переваривать пищу и сопротивляться болезням не потому что кто-то объяснил нам словами как это делать это сложнейшие и удивительнейшие процессы которые невозможно научиться воспроизводить не с помощью чтения книг не путем тренировки без всяких технических приспособлений или предварительных расчетов домашние голуби издалека возвращаются в свои голубятни перелетные птицы прилетают из года в год в одни и те же места а растения используют хитроумнейшие приспособления для того чтобы рассеивать семена по ветру если бы они умели говорить то рассказали бы о том как это происходит не больше чем человек объение из собственного сердца нас приучили относиться с пренебрежением к собственному телу и полагаться только на разум и правда особым заболеванием современного цивилизованного человека можно назвать по рассогласованию работы мозга и всего остального организма на медицинском языке это означает что мы позволили мозгу мыслить и над нашей жизнью чтобы благодаря этому развиваться а в итоге пропорции сильно нарушилась за счет инстинктивной мудрости который было дозволено атрофироваться то есть так или иначе цивилизованный человек соглашается со святым франциском который считал тело брат самослом однако даже теологи осознали что источник зла и глупости находится не физическом организме в целом но в усеченном отделенном от всего остального мозги которые они обозначают термином воли человеческие желания отличаются ненасытностью мы стимулируем свои органы чувств пока они не утрачивают способность ощущать так что если нам хочется и дальше получать удовольствие нужны все более мощные стимуляторы защищая себя тело от напряжения заболевает но мозг продолжает работать без остановки он понимает что будущее имеет границы поэтому нужно затолкать все удовольствия рай и вечности в промежуток длиной в несколько лет первичное сознание основа ума которому ясна реальность они описывающие идеи не имеет представление о будущем она живет в настоящем и не воспринимает ничего кроме того что есть настоящий момент тем не менее находчивый ум заглядывает в память и делает предсказание придающий будущему такую степень реальности сравнение с которой настоящий теряет всю свою ценность таким образом мозговая экономика разработанная чтобы производить счастье не из реальности настоящего момента а из таких абстрактных мнимых вещей как обещание надежды и заверения это фантастический порочный круг в котором либо происходит безостановочная гонка за наслаждениями либо наступает полный крах мозг достаточно умен чтобы заметить порочный круг который он сам для себя создал но он ничего не может с этим поделать понимание что беспокоиться нечем не прекращает волнений вы беспокоитесь пуще прежнего ни одна из сторон на самом деле не хочет войны и все же потому как мы живем в порочном круге мы начинаем боевые действия чтобы не дать противной стороне начать их первой и получить преимущество с рациональной точки зрения мы обнаруживаем что стоим перед дилеммой как святой павел ибо знаю что не живет во мне то есть в плоти моей добрые потому что желание добра есть во мне но чтобы сделать он и от того не нахожу дело тут не в том что воли ледок рационально а плоть порочно но в том что весь организм есть дом разделенный внутри себя который не может устоять весь организм испорчен потому что мозг отделен от живота а голова не сознает своего единства с хвостом должно наступить понимание что функция мозга обслуживать настоящий момент реальность они отправляют человека в бешеную погоню за фантомом несуществующего будущего правильно работающий мозг это высшая форма инстинктивной мудрости то есть он должен работать подобно инстинкту дома у голубей и формированию зародыша в матке без попыток объяснить как это происходит самосознающий мозг как самосознающее сердце это нарушение которое проявляется в остром чувстве разделения между я и моим опытом мозг способен вести себя как полагается только при наличии понимания что сознание выполняет положенную ему роль не крутится вертится чтобы избежать настоящего опыта но без усилий осваивает его одно лишь горизонтальное мышление длящиеся во времени не позволяет мозгу осознать это и так мы создали проблему для самих себя как нам быть как выстранить надуманное различие между я и я его мозгом и телом человеком и природой и разорвать все порочные круги которые им порождены можем ли мы начать относиться к жизни не как медовой ловушке где барахтаемся будто попавшиеся на приманку пчелы как нам добиться безопасности и спокойствия ума в мире природа которого нестабильность изменчивость и непостоянство все эти вопросы требующие выработки метода и определенного набора действий показывают что проблема сама по себе еще не осмыслено нам не нужно действовать нет нам нужно больше света который есть свидетельства осознания чтобы осознать жизнь опыт как он есть в данный момент без всяких концепций идей и суждения о нем истина открывается когда устраняются препятствия стоящие на пути это искусство подобно ваянию художник создает свое творение не путем добавления но путем отсечения лишнего того что мешает увидеть конечный результат базовое несоответствие кроется в самом желании добиться полной безопасности в мире природа которого текучесть и непостоянство но конфликт заходит глубже быть в безопасности означает изолировать и оградить я на ведь именно чувство изолированности заставляет человека страдать от одиночества и вызывает страх получается стремление к безопасности и страх вызываемой отсутствием стабильности одно и то же вот в чем основная проблема сталкиваться с нестабильностью еще не значит осознавать ее чтобы понять проблему нужно не просто увидеть ее мы должны стать и идея безопасности и стабильности основывается на ощущение что внутри нас самих имеется нечто постоянное не подверженное изменениям в течение жизни именно из-за этого прочного ядра так называемого я мы столь страстно боремся за стабильность это я считается подлинным я именно она осуществляет мыслительный процесс испытывает чувства обладая знаниями и нам необходимо только одно осознать что этого иллюзорного я не существует понимание может прийти только через осознание сможем ли мы тогда относиться к нашему опыту так как будто ничего прежде не знали и без предубеждений смотреть на то что происходит суть в том что в любой момент есть только опыт но нет никакого индивида этот опыт приобретающего именно по этой причине вы не можете сравнить нынешний опыт с любым пережитым ранее вы можете сопоставить его только с воспоминанием о прошлом который является частью настоящего опыта когда вы ясно увидите что на самом деле это воспоминание о прошлом есть форма опыта в настоящем тогда вам откроется и другое отделять себя от этого опыта в качестве того кто его приобретает также бессмысленно как пытаться заставить зубы укусить самих себя не добиться того чтобы глаза сами себя увидели есть только опыт но нет никого кто этот опыт приобретает другими словами любое отдельная я который мыслит и получает опыт высшей степени иллюзорно понять это значит осознать что жизнь складывается из отдельных моментов от момента к моменту что в мне нет ни постоянства ни стабильности дающей уверенность в завтрашнем дне что нет никакого я которое нужно ограждать от опасности то что есть это настоящий момент чтобы понять этот момент мне нужно попытаться не быть отделенным от него я должен осознавать в настоящий момент всем своим существом на самом деле это единственное что мне доступно все остальное безумные попытки добиться невозможно чтобы понять удовольствие или страх человек должен полностью нераздельно осознавать их в этом безусловно заключается смысл странного высказывания если око твое будет чисто все тело твое будет светло иными словами иными словами будьте спокойны восхитительный момент если бы кого-нибудь внезапно спросили в данный момент вы кто то наверное ответа бы не последовало если человек остановится и подумает он вероятно сообщит как его зовут где он живет чем занимается и так далее но все это будет сказано о прошлом они о настоящем моменте осознавать реальность осознавать реальность живое настоящее значит открыть что в каждый миг опыт есть все кроме него ничего нет и быть не может никакого опыта некоего я переживающего опыт довольно любопытно что обычно мы готовы осознавать моменты счастья и удовольствия и доходить в этом до самозабвения но когда нас охватывает боль неважно физическое или эмоциональное действительное или предчувствуемые разум тут же отделяет себя от себя чтобы обособиться от испытываемого опыта человеческий организм наделен удивительной способностью адаптироваться к физической и психологической боли но только в том случае если боль не стимулируется заново постоянными внутренними попытками избежать ее отделив я от самого ощущения много ли найдется пожилых людей у которых ничего не валит но при этом они кажется живут довольно сносно с болью пока кто-нибудь они не напомню если мы пытаемся понять настоящее сравнив его с прошлым опытом то не можем постичь его так глубоко как в том случае когда мы осознаем настоящее без всяких сравнений раз мы не можем выбраться из настоящего который причиняет боль единственный выход для нас предаться воспоминаниям но на деле оказывается что воспоминания не дает выхода и это еще не все чем больше мы приучаем себя к пониманию настоящего в терминах прошлого поверяем неизвестно известным тем более без радостной и полной разочарований становится жить с другой стороны полностью осознавать настоящее всем своим существом это новый опыт мы ничему не сопротивляемся и конфликт между я и настоящим моментом исчезает мы просто следим за тем что делает тело даже если она кричит другими словами ответ на боль это не беззаботное дрейфование и не испуганный рывок в прошлое но полное прочувствование каждого момента с открытым умом и готовностью к восприятию это не теория реальный эксперимент идея истинность которой может быть проверена только на личном опыте если во время плавания вас захватит сильный поток фатальная ошибка начать сопротивляться вы должны плыть вместе с ним и постепенно двигаться к берегу видишь что от боли нет спасения ума ступает ей выбирает ее в себя и начинает осознавать тонко боль без всякого я который ее чувствует или сопротивляется ей иными словами ум испытывает боль тем же абсолютно не самосознающим способом каким он испытывает удовольствие иногда когда сопротивление ослабевает боль попросту уходит или снижается до того уровня когда ее можно терпеть желание избавиться от боли и есть настоящий боль когда вы становитесь болью она перестает быть причиной чего бы то ни было она доставляет страдания и все поймите что это не эксперимент который нужно оставить про запас не хитрость который в критический момент использует против кого-то кто вам не нравится и это должно стать образом жизни пусть жизнь течет это означает что вы всегда настороже готовы воспринять и прочувствовать настоящий момент во всех действиях и отношениях от данного мгновения и далее требует пояснения еще один момент принимая боль вы не упускаете ни одного ее аспекта включая реакцию тела тело может кричать от боли это тоже нужно отметить и не подавлять иисус христос на кресте воскликнул отче почему ты оставил меня рама кришина парама хамса кричал от боли мать моя почему ты так терзаешь меня но потом глубокое понимание принятие подсказали ответ да исполнится воля твоя какой смысл сопротивляться неизбежным ключ в понимание спрашивать как это сделать искать какой-то метод или технику означает отдалиться от сути человек должен понять что загадкой жизни это не проблема которую нужно решить но реальность которую нужно познать на опыте важен настоящий момент мы ничего значительного о нем не узнаем если целиком объясним его в терминах прошлого опыта если бы мы были способны осмыслить все в терминах того что уже знаем то нам удалось бы передать ощущение цвета слепому используя только звук вкус прикосновений запах это нелепость искать бога исходя из предустановленной идеи о том что такой бог верить в бога и искать бога в которого вы верите это значит всего лишь искать подтверждение какой-то концепции не будет ли насмешкой над вашими поисками просить об откровении раскрытие божьей воли а потом проверять ее на соответствии вашим сложившимся ранее моральным стандартам вы создаете бога наделяете его разнообразными качествами такими как все знания все прощения и прочими а потом спрашивайте его о господи почему ты создаешь умственно отсталых детей жизнь и житие не могут теряться в прошлом и будущем жизнь жива бьет ключом в настоящий момент стоящий в себе глубины которые мы едва начали исследовать он не может разделить себя на я и испытываемые в данный момент опыт момент это все что вы есть и все что вы знаете в этом доме нет места для тебя и меня в любом опыте в данный момент нет места для тебя и меня бедность и процветание слова на будет воля твоя им подобное не нуждаются ни в каких объяснениях и интерпретациях смысл их вполне ясен ничто не может случиться если на то нет божьего соизволения а посему чтобы не происходило в настоящий момент на все божьи воли но высказывание на тему что верблюду легче пройти сквозь игольное ушко чем богатому войти в царство небесное очевидно требует комментариев означает ли это что цари мудрецы такие как джанака не могли стать просветленными мудрецами должен ли богатый человек который наследовал свое богатство они заработал сомнительными способами бросить его прежде чем получит надежду на духовное благословение и потом разумеется что такое бедность находиться по уровню доходов ниже прожиточного минимума или уровня бедности быть в ситуации когда вы не знаете где и что будете есть в следующий раз я бы склонился к тому чтобы искать срединный путь не быть не чрезмерно богатым не абсолютно нищим чтобы чувствовать себя комфортно в жизни находиться в разумных пределах позволяющих думать о спасении просветление самореализации покоя ума мне легко согласиться с тем что духовность в человеке пребывает в универсальном соответствии с материальным благополучием в тех областях мира где бедность распространена шире нежели достаток духовность обнаруживается чаще чем в тех местах где материальное благосостояние олицетворяет успех жизни не похоже что материальные блага как более высокие жизненные стандарты помогает обрести духовные составляющие жизни то что можно назвать счастьем спокойствие ума гармонию удовлетворенность в самом деле исследование соответствии личной покупательной способности и осознаваемого качества жизни проведенная профессорами лондонской школы экономики доказала что на деньги можно купить все кроме счастья исследование выявило что люди в англадеш одной из беднейших стран мира получают гораздо большее счастье при своих низких доходах чем например британцы при своих относительно крупных банковских накоплений сша заняли только 46 место в этом обзоре мирового счастья согласно исследованию связь между деньгами и счастьем все-таки существует в беднейших странах потому что там даже небольшое увеличение доходов может дать огромный положительный сдвиг обеспечении основных жизненных потребностей тем не менее за пределами определенного уровня доходов это прямое соотношение нарушается и счастье в богатых странах гораздо больше зависит от личных отношений здоровья и удовлетворенности работы поэтому кажется очевидным что все большее материальное благополучие как цель жизни не имеет никакого значения для духовности с другой стороны в глазах таких людей как святой франциск осиский который относился к богатству крайне отрицательно бедность имеет собственную ценность однако маловероятно что стяжение бедности может иметь более существенное значение чем обретение богатства как не кажется разумному утверждению вот и физическое состояние человека например форма носа рост или вес могут оставаться такими же как были при рождении раз уж он таким появился на свет если другой вопрос те кто мыслит в терминах материального благополучия материалисты кажется всегда рассуждает о правах больше чем об обязанностях и все же не раз было доказано что исполнение обязанностей удовлетворение от работы скорее чем отстаивание прав приводит к спокойствию ума довольству безмятежности и счастью почему как говорил вы его вы возможно потому что служить по своему желанию это позитивное действие обязывать служить негативно но принятие служение по собственной воле позитивно также как исполнение обязанностей по принуждению негативно здесь лежит адекватное объяснение ничтожество большей части того чем является современная жизнь жизнь происходит и включает в себя меня не легко согласиться но это факт все качества которыми мы восхищаемся и которым питаем отвращение в мире вокруг нас есть отражение нашего внутреннего мир наших генов и условий при которых происходило создание нашей программы следует помнить что хотя это и внутренние факторы они же выходят и за пределы область бессознательного необъятного неизвестного как выразился один психолог ощущение которое мы испытываем при виде кишащего насекомыми осеного гнезда или змеиные норы это отражение скрытых аспектов нашего собственного тела и мозга всех тех потенциально возможных реакций виде неизвестно откуда берущихся ползущих по телу мурашек внезапной дрожи уродливых болезней и невообразимой боль и вновь трудно согласиться на факт ощущение что мы стоим лицом к лицу со всем миром отрезаны от него имеет огромное влияние на мысли и действия это оказывает серьезное воздействие на наше видение жизни понимание жизни как она есть понимание того кто мы такие и что мы делаем полное сознание момента приносит исцеление видений жизни она включает в себя глубокую трансформацию нашего взгляда на мир потому что мы начинаем ощущать мир как органическое единство мистики всегда воспринимали мир именно так но физики только сейчас до этого неохотно начинают склоняться к подобной точке зрения большинство людей ощущают себя отделенными от всего что их окружает это тоже факт тем не менее физической реальности мое тело существует только в отношении ко вселенной я также привязан к ней как лист дереву и также зависим от нее я чувствую себя отрезанным от мира только потому что внутри меня конфликт я пытаюсь отстраниться от собственных чувств и восприятий когда я прихожу к пониманию что это разделение нереально что я воистину лишь мысь вселенная больше не кажется мне чужой я перестаю чувствовать себя изолированным когда понимаю что не у меня ощущение небо но есть ощущение и я самым являюсь открыть что многое есть одно и одно есть многое ощутить единство совсем значит понять и первое второе это слова и звуки описывающие то что очевидно сознание чутью но не поддается логике и классифицирование горизонтальное мышление во времени отсутствие связи с текущим моментом вот что отделяет я от остального мира юный искатель духовной мудрости был принят учеником к мастеру мудрец сделал его своим личным помощником прошло несколько месяцев юноша стал жаловаться что до сих пор не получил никаких наставлений мудрец был искренне удивлен и спросил о чем ты говоришь разве когда ты приносил мне рис я не ел его когда ты подавал мне чай я не пил его когда ты приветствовал меня разве я не отвечал на твое приветствие случалось ли хоть раз чтобы я не давал тебе наставление юноша был совершенно сбит с толку и тогда мудрец пояснил когда ты хочешь разглядеть что-то смотри прямо вглубь стоит тебе начать думать об этом ты сразу потеряешься сбор хризантему вдоль восточной ограды они молчаливо глядят на южные склоны птицы парами летят к дому сквозь мягкий горный сумрак во всем этом есть глубокий смысл но когда мы хотим его выразить тот же забываем слова смысл это не задумчивые сумерки и вероятно не поверхностная идеическая атмосфера столь любимой китайскими поэтами это уже сказано и поэт не занимается при украшиванием пишет алан вот он не станет как многие западные поэты превращаться философа и говорить что един с цветами оградой холмами и птицами это тоже по сути золочение ливий или как говорят в нем на востоке наступание на змею ведь когда вы действительно понимаете что являетесь тем что видите и знаете вы не бегаете по деревне думая я все это здесь есть только все это если вы хотите познать реальность не стоит стоять снаружи и давать ей определение лучше проникнуть в нее почувствовать ее быть и в противном случае как и все прочее что создает разделенный субъект на объект на разум это будет порочный круг с другой стороны понимание того что разум на самом деле не разделен должно оказывать влияние на мысли и действия и влияние это распространяется очень далеко разделенный ум подходят к обеденному столу хватает по кусочку пищи из каждого блюда сравнивает их с тем что пробовала раньше и не получает удовольствие потому что ни одно угощение он до конца не распробовал а мудрец ум которого не разделен известен как супер наслаждающийся махабхакта потому что он сам тождествен настоящему моменту он расслаблен и вкушает сполна удовольствие и любовь от который не пытается убежать кроме того мудрец осознал почему эта вселенная существует со всеми своими взаимозависимыми противоположностями а потому проблема осуждения природе попытки придают жизни значение и смысл терминах будущего полностью исчезает смысл и цель танца сам танец а не преследование чего-то как и музыка танец самодостаточным в каждый момент вы исполняете сонату не для того чтобы добраться до финального аккорда ветховен брамс и вагнер особенно виноваты в том что доходили до высочайших кульминаций а потом застревали на той же ноте повторяю снова и снова связывая момент не желая его оставлять для неразделенного ума мудреца смерть еще один момент который не раскроет своих секретов пока не проживешь его полностью смерть это неизвестность в которой мы обитали до рождения ничто не является более творческим чем смерть в этом весь секрет жизни это означает что прошлое должно быть отброшено что неизвестности нельзя избежать и что я не будет длиться вечно когда человек принимает это без всяких оговорок он впервые начинает жить подлинной жизнью бюта писал пока вы не знаете как умирают и снова возвращаются к жизни вы не что иное как печальный стране на этой мрачной земле свободно в жизни если мы надеемся что некий человек изменит свой образ жизни с точки зрения морали то должны согласиться с его свободой сделать это потому как если он не свободен все утрачивает какой бы то ни было значение с другой стороны если он действует по принуждению то не совершает свободного поступка если человек не свободен угрозы и обещаний могут модифицировать его поведение но изменения не будут существенными если он свободен угрозы и посолы не заставит его воспользоваться своей свободы разделенный ум не в состоянии постичь смысл подлинной свободы свобода представляется территории на которой я могу помогать миром ограниченный судьбой в пределах который мир помогает но но для цельного ума не существует никакого я отдельного от опыта испытываемого в данный момент и нет контраста между я и мир есть только одна первичная энергия которая действует в соответствии с космическим законом и она совершает все что происходит она поднимает мой мизинец и она же производит землетрясение мы привыкли думать о свободе как и человеческой воли ее способности делать выбор то что мы обычно понимаем под выбором не есть настоящая свобода выбор как правило это решение мотивированное удовольствием или болью но любой человек исходя из собственного опыта скажет вам что самые лучшие наслаждения это тем получить которые мы не планировали и самое худшее в боли это ее ожидание и попытки ее избежать кое-кого доктора убедили что при определенных обстоятельствах смерть может оказаться очень приятным переживанием в действительности ощущение несвободы проистекает от попытки делать вещи которые либо невозможны либо бессмысленны вы не свободны нарисовать квадратный круг или остановить некоторые рефлекторные реакции кроме того теории об этом и неизбежно стремимся к тому что приносит нам наибольшее удовольствие или наименьшую боль на самом деле бессмысленно она основана на подмене понятий все чего бы мы не захотели есть удовольствие никакие вопросы о свободе не будут разрешены пока ум убежден возможности сбежать от того что есть данный момент казалось бы согласиться будто то что есть в данный момент не могло бы быть чем-нибудь другим это выражение крайнего фатализма может показаться что если я напуган значит прицепился к страху но на самом деле я связан цепью со страхом лишь до тех пор пока пытаюсь от него избавиться когда же я признаю сам факт не называю его страхом плохим или негативным он мгновенно меняется на что-то другое и жизнь продолжается чувство не длится вечно если она не получает внутренней поддержки от того кто чувствует противоположному страху можно считать чувство любви святой августин описывал его так любви и делай что хочешь но проблема в том как полюбить то что вам не нравится не существует формулы по которой можно сгенерировать неподдельное тепло любви вы не можете уговорить сами себя что любите как не старайтесь это не будет подлинным чувством каждый наделен способностью любить но это может обнаружиться только тогда когда человек окончательно разочаруется в попытках любить самого себя это убежденность не появится от проклятий от ненависти к себе от называния себе любия всеми плохими словами на свете она может возникнуть только из-за сознания того что нет никакого я которое можно любить или ненавидеть от осознание того что все кажущееся нам сделано есть только происходящее и никем не совершено настоящий момент это врата в небо прямой узкий путь который ведет к жизни богатый человек несущий собой слишком много багажа из прошлого и будущего не пройдет в эту дверь то что вечную жизнь можно понять только в ощущении настоящего момента прекрасно выразил мистер эхар настоящий момент в который бог создал первого человека и настоящий момент в который последний человек исчезнет и настоящий момент который я говорю одно и то же в боге в котором есть только одно сейчас слушайте человек который живет в божественном свете не осознает ни прошедшего времени не того которое наступит но только одну вечность поэтому он ничего нового не извлекает ни из будущих событий не из открывающихся возможностей ведь он живет в настоящий момент который неизменно в свежую зелень одет мы живем в такое время когда познание человека ушли так далеко что для выражения этой мудрости иногда не подобрать нужных слов пыль на полках стала такой же загадкой как самые удаленные звезды физик хейдингтон ближе всего подходит к мистицизму когда говорит очень просто нечто неизвестное действует но мы не знаем что и мы можем добавить или как он у вас пришел к заключению обнаруживающий это ум становится целью разделение между я и я человеком и миром идеальным и реальным заканчивается паранойя ум помимо себя самого становится метаной умом самим собой и потому свободным от себя имея такое полное понимание мудрец проживает свою жизнь от момента к моменту ест когда голоден пьет когда испытывает жажду смеется от всего сердца когда ему весело возможно над тем что будто бы сделал и так живя он готов умереть в любой момент всегда довольный собой и не испытывающий недовольство другими мудрец всегда спокоен и наблюдая за тем как течет жизнь жизнь происходит житие происходит удивительно освежающие впечатление производит прослушивание в записи по учении линчи линчи лу которые показывают необыкновенно жизнелюбивый характер этого человека и достойную восхищение оригинальность в беседах со слушателями который он вел неформальным и часто не вполне пристойным языком снова и снова он ругает их за недостаток веры в природу за то что позволяет своему уму галопом носиться по кругу в поисках того что они никогда не теряли и что находится прямо перед ними в этот самый момент просветление для линчи кажется по сути дела нерва нужно просто набраться куража смелости и без дальнейших промедлений отдаться непоколебимой уверенности в том что естественное спонтанное действие человека это разум боты некоторым на этой стадии напоминают историю мужчине который бродил по горному плата сорвался с обрыва и оказался висящим на краю пропасти он знает что на плата больше никого нет но не может удержаться от крика помощи внезапно он слышит голоса говорящий да я здесь и могу помочь но ты должен делать то что я скажу несчастный человек немедленно соглашается сделать все что ему велят голос продолжает хорошо теперь разожми руки несколько секунд мужчина молчит а потом кричит есть там еще кто-нибудь вернемся к линчи однажды его спросили зачем он вообще говорит когда знаешь что ищущий ищет то чего не терял линчи ответил зачем я здесь веду речи только потому что вы последователи дава голубом скачете по кругу в поисках разума и никак не можете остановиться древние действовали неторопливо как и приличествовало обстоятельством увы последователи дава когда вы наконец обретете точку зрения вы сядетесь со своими суждениями на голове у будды те которые завершили десять состояний будут казаться слабаками а те которые дошли до высочайшего просветления будут выглядеть так будто у них на шее канги архаты и практика будды они как личные боги бодхи и нирвана как коновесть для осла по поводу важности естественной или подлинной жизни и жития он особенно экспрессивен в буддизме нет места применения усилий будьте простыми и не пытайтесь ничего из себя изображать освобождайте кишечник мочитесь носите одежду и ешьте когда устанете идите отдохните несведущие люди могут посмеяться надо мной но умные поймут когда вы перемещаетесь из одного места в другое если относитесь к ним как своему дому они все будут настоящими так что как бы ни сложились обстоятельства вы не должны пытаться их изменить соответственно ваша привычка чувствовать которая создает карму на пять адов станет сама по себе великим океаном освобождения и еще о том как ищущий освобождение сам творит карма за пределами ума нет хармы и внутри тоже нет ничего что надо постичь что же это такое то что вы ищете вы твердите со всех сторон да нужно практиковать нужно находить ему доказательства не впадайте в заблуждение если есть кто-нибудь кто может его практиковать так это целиком дело кармы который старается ради рождения и смерти вы говорите о том чтобы строго соблюдать дисциплину шести чувств и тысячи способов поведения но я считаю что все это создание карм и искать бунду искать дхарму это значит накапливать карму для ада истинный аромат дзена возникает когда человек чудесным образом сохраняет естественность вовсе не намереваясь быть естественным его жизнь проходит в дзене не для того чтобы создать себя но чтобы расти в сторону себя другими словами дзенская естественность расцветает только тогда когда человек перестает поддаваться влиянием и расстается с самосознанием любого вида но дух такого рода приходит и уходит подобно ветру и самое трудное это признать и сохранить его наиболее яркая черта этого состояния немедленное или мгновенное просветление без необходимости проходить через подготовительные стадии различных тренировок иными словами если нирвана действительно присутствует здесь и сейчас следовательно искать ее значит потерять человеку нужно заглянуть в нее здесь и сейчас вспышка непосредственного понимания обязательно должна случиться прислушайтесь к словам сарахи если она истина уже проявлена какой смысл медитации а если она сокрыта человек просто меряет темноту мантры и тантры медитация концентрация все это поводы для самообмана не портите себя глубокими раздумьями которые по природе чисты но раскройте положенство в себе и прекратить эти мучения природа небес изначально чиста но если смотреть и смотреть на них картина расплывается и вот еще шесть правил тилопы никаких мыслей никакой рефлексии никакого анализа никакого взращивания никакого намерения пусть становится само по себе мгновенное освобождение без каких-либо особых ухищрений или намерений также подразумевается в идее сахаджа легкого или естественного состояния освобожденного мудреца особое внимание во всех этих рассуждениях стоит обратить на то что просветление было слишком плотно связано с событиями повседневной жизни и что действительно наивысшим достижением было войти в состояние пробуждения без уничтожения скверной повседневной жизни тем не менее призыв не стремится к искоренению страстей не означает что им надо позволять цвести бойным цветом скорее это совет оставить их в покое вместо того чтобы бороться с ними не подавлять страсти но и не потворствовать им в чистом виде идея заключается в достижении цели путем не вмешательства увы своего рода психологическое дзюдо смысл всех духовных поисков состоит в обнаружении себя в себе с помощью интуиции найти решение проблемы без того чтобы раскрыть ее для себя самостоятельно все равно что изучать карту и потом никуда не поехать если не случится шок и осознание любому ответу будет недоставать силы абсолютной убедительности истинного знания кто-то может прийти к заключению что человек не может быть делателем с точки зрения своего собственного опыта следует очень четко понять что человека обладающего полнотой осознания нельзя путать с человеком в изоляции чародеем который занимается оккультизмом пробужденный человек это очень человеческий индивид он знает что такое величие ничтожество момент в нем время от времени может вспыхнуть гнев его может охватить страх в его программе заложены другие слабости характера как у всех людей он не выше того чтобы влюбиться или даже поддаться искушению совершенство пробужденного мудреца состоит в том чтобы по всем статьям быть просто человеком важное отличие заключается в следующем обычный человек так или иначе находится не в ладах со своей собственной человеческой сущностью и всегда пытается быть таким или другим не понимаешь что никакой человек уникальным образом запрограммированный человеческий организм не может быть индивидуальным делателем что по словам будды события происходят поступки совершаются но нет никого кто бы сам что-то сделал в момент просветления наступает полное сознание того что индивидуальное существо представленное я существом становится не существом с чувством персонального делания и полностью уничтоженная ответственность и все-таки его понимает довольно отчетливо что это прозрачная бессмысленность может смеяться и говорить есть и пить бегать вверх и вниз смотреть на небо и землю и все это без ощущения наличия каких бы то ни было проблем или психологических узлов пробуждение почти неизбежно включает в себя чувство огромного облегчения потому что оно прекращает обычные психологические спазмы вызываемые волевыми усилиями или чувством делания попытками понять ум умом со временем ощущение облегчения изнашивается но не просветление если только человек не перепутал его с чем-то достигнутым но в таком случае это будет недвусмысленно свидетельствовать что просветление на самом деле не произошло если имеется хотя бы слабая попытка намеренно использовать новое состояние ума например старание продлить экстаз это значит что чувство делания не было до конца уничтожено просветление только случайно может оказаться приятным вызывающим облегчение или экстаз само по себе но по сути есть всего лишь прекращение неестественного и абсурдного использования ума помимо этого в просветление нет ничего особенного так как высшее удовлетворение от просветления это ни в коем случае не особенный объект знания или опыта но уничтожение чувство делания как отдельного явления должно быть ясно то что мы есть по существу никогда не может быть особым объектом познания пробудиться значит осознать что реальность не может быть познана пробудиться значит осознать чем реальность не является по словам одного мастера дзен когда идея себя как индивидуального делателя основанная на моральных ценностях и дисциплине вычищена у вас больше ничего не остается что объявила бы себя слушатель и только по этой причине вы не упустите ничего из того что слышите пока человек думает о слушании невозможно слышать отчетливо и пока человек думает о том чтобы пытаться или не пытаться отпустить себя он и не отпустит и все-таки это забавный факт вне зависимости от того дома и человека слушание или нет уши слышат одинаково и ничто не может воспрепятствовать тому чтобы до них доносился звук освобождение таков времени вот что такое окончательное понимание дело в том что все составляющие части жития могут происходить только в настоящий момент даже вспышка полного понимания может случиться только в данный момент в этот миг все сомнения исчезают и человек спрашивает себя как мог я до сих пор не видеть этого это же было здесь всегда ведь вполне очевидно что нет никакого другого времени кроме этого момента и прошлое с будущим просто абстракция за которой не стоит никакая реальность обычный человек считает что настоящее как таковое на самом деле не существует кроме как в виде тонкой линии вроде парабора в волосах разделяющий прошлое будущее потому что опыт подсказывает жизнь в этом мире несется вперед с такой скоростью что проходит раньше чем мы сможем ей насладиться но когда пробуждение в моменте наступает приходит понимание что противоположное и естественно скорее прошлое будущее являются иллюзиями а настоящий момент в которой происходит опыт и есть вечная реальность мы с удивлением обнаруживаем что горизонтальная последовательность времени это всего лишь условность созданная нашим облеченного слова одноколейным мышлением надуманная теория интерпретирующие мир выхватывая из него кусочки и обрывки и называя их событиями и происходящим на деле оказывается что каждый такой захват совершенный умом исключает весь остальной мир а значит подобный способ понимания может дать только приблизительное видение целого сквозь серию выхватываний поверхностность такого ума ясно видно в том что он не способен регулировать даже человеческий организм функционирование нервов желез мозголов и органов чувств контролируется не индивидуальным умом психосоматическом организме но тем исходному который управляет самой жизнью во всей ее полноте так что индивидуальный ум может быть лишь одним из аспектов этого исходного ума и потому способен пробудиться к вечному настоящему только если перестанет выхватывать маленькие кусочки жизни осознание настоящего момента может произойти по тому же принципу как мы ощущаем что слышим отчетливо видим ясно дышим свободно ясное зрение это просто понимание что глаза сами охватят все детали без каких бы нервов усилий со стороны индивидуального ума человек утверждается вечным настоящим также легко как его глаза и уши реагирует на свет и звук с полным принятием того факта что просто нет и не может быть никакого прошлого и будущего прошлое умерла а будущее еще не наступил человек не может убежать от настоящего момента пытаясь заняться и отдельно от настоящего момента нет никакого обособленного я который может наблюдать за ним и познавать его вот что говорил по этому поводу хуэйнэн в этот момент нет ничего что наступает в этот момент нет ничего что прекращается то есть нет ни рождение не смерти которые должны в конце концов произойти поэтому абсолютный покой это и есть настоящий момент будьте спокойны пусть жизнь течет и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране и и